Свой рабочий день на форуме Рустам Мениханов начал со встречи с президентом фонда Сколкова Виктором Виксельбергом. Президент Татарстана и известный российский бизнесмен обсудили сразу три возможных совместных проекта в сфере биотехнологии, энергетики и транспорта. Детали пока не разглашаются, известно лишь, что реализовывать их будут в Алабуге. Об опыте свободной экономической зоны Рустам Мениханов рассказал и за круглым столом с участием Дмитрия Медведева, который был посвящен стандартам инвестиционной привлекательности. Создание комфортного климата для инвестора это одно, но нужна работа и по инновационным направлениям, способным впоследствии заместить импорт. Мы специально в этот раз не взяли инвестиционные проекты, там нефтеперерабатывающий комплекс, нефтехимические комплексы, машиностроительные, особые экономические зоны. Мы как бы направлены у нас инновационные и вот такие мы рассматриваем направления, которые дадут конкурентность нашей промышленности, нашей экономике. Сегодня инженерных центров в России в среднем бизнесе, но они отсутствуют. Были когда-то торцевые институты, которые ушли. И сегодня для того, чтобы создавать конкурентную продукцию, нужно иметь собственные разработки. Центр решает не только вопросы подготовки кадров, что является абсолютно ключевым для современных инновационных производств, но и позволяет часть инновационных исследований, смежных работ проводить в этих инжиниринговых центрах, тем самым минимизируя инвестиции инвесторов из этого кластера. На форуме «Татарстан» уже называют российской Баварией. Каждый раз он задает тон регионам на год вперед. Неудивительно, что республиканский стенд стал здесь одним из самых посещаемых. В целом можно сказать, что международный инвестиционный форум для «Татарстана» прошел успешно. И дело тут не только в огромном количестве новых контактов и соглашений, а в том, что республика выполнила свою главную задачу. Показала всем, что инновационное развитие регионов в нашей стране возможно. Роман Королев, Алексей Алексеев, ТНВ, Сочи.